Перестрелка с дальней дистанции. Первый раунд. И Мозли провоцирует Форреста на решительные действия. Пометуя, снова напомню вам, афоризм Тайсона. Каждый имеет план на бой, пока в него не попадут. Вот Мозли и хочет попасть и лишить Форреста всяческих планов. Зачастую у опытных, классных бойцов вот такая жесткость в начале боя это провокация. Вызов. Стремление посмотреть, что собственно, чем возразит противник. Какие козыри выложит. Половина первого раунда. И уже как бы становится ясно, что эта дистанция невыгодна шейному мозгу. Этот бой Шейну никак нельзя выигрывать по очкам. Он будет стремиться к нокауту, это очевидно. Слишком много всяких приходящих моментов накручено вокруг этой схватки. Слишком много всяких реминисценций. И слишком много сказано до боя. Несмотря на то, что, в общем, сейчас как-то модно стало драться на пресс-конференциях. Это не только Тайсона касается. Это было и на конференции Варгас, и Лохоя, и Баррера Моралес. Докончилось вообще нокаутом. Так вот, у этих ребят все было пристойно. Они, пожалуй, наряду с Костей Дзю, единственные джентльмены в боксе. Но внутренней напряженности было столько, что, в общем, многие обозреватели говорят, лучше бы они там подрались или по скандалю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа Мозли говорит своему сыну, что, в принципе, если пока даже не очень складывается, продолжай делать то, что задумано. Действуй из-за джеба. И самое главное, не бежись в клинче, а действуй по туловищу там, когда сближаешься. Я думаю, что рано или поздно правый ты его вразумишь. А Форест действительно очень хорош. Да. Слишком большой наклон шагом вперед. Слишком длинный этот Форест для того, чтобы делать вот такие вещи. Случайное столкновение головами. А вы знаете, что в случае, если вот доктор сейчас вмешается, то это будет так называемая техническая ничья. До четвертого раунда здесь даже не будут подсчитывать очки, кто выигрывал. Это, конечно, будет самое потрясающее разочарование для публики, которая тут собралась. Слишком из-за лишения начинает эту атаку. Слишком далеко стоит Форест от него. Слишком далеко стоит Форест от него. О, никогда еще мы не видели Шейна Мозли в таком положении. Чтобы он пропустил такой жесточайший удар. Ну, друзья, вот вам сенсация. Не нужно суетиться, надо выставить сейчас Мозли. Да, остается 50 секунд. И нельзя стоять на той дистанции, которая выгодна Вернану Форесту. Форест сейчас уже просто расстреливает Мозли, используя свой рост. За всю свою блестящую карьеру Шейн Мозли ни разу не пропускал таких ударов. Ни разу не был на полу. Ну, что это ему даст? Это минута. Он никогда не получал такой трепки, такой встряски. Он в шоке, он психологически просто потрясен. Видно. Отец возмущен. Почему ты не держишь руки, где положено? Подними их. Посмотрим. Классическая атака с дальней дистанции. Причем Форест почувствовал момент. Может быть, Мозли был слишком самоуверен перед этим боем. Слишком много громких побед, слишком много восхвалений. И вот сейчас его класс, его уровень скажется именно в этом раунде. Что он сможет сделать? Что он сможет противопоставить противнику, который имеет полное преимущество и который едва не нокаутировал в предыдущем раунде? Здесь есть необходимость, прежде всего, в выдержке и в самообладании. Ему нужно сейчас выстоять в этом раунде, не пропустить наконец. Видите, он инициативу отдал полностью. Форест слишком опытный боец, чтобы на эту удочку попасться. Он не прессингует. Он очень, что называется, бережет свое время. Форест, форест. Форест должен просто сначала не дать ему ничего делать. Не дать ему добиться сколько-нибудь, хоть какого-нибудь успеха. Выстоять, выдержать все это. А идутся на спасение? Это клинч. Навязать вот такую борьбу. Возню. Форест это прекрасно понимает. Он не идет в ту зону, где не было нокда. Не идет в ту зону, где он будет в пределах досягаемости для захвата мозга. Не идет в ту зону, где Кроме того, Мозли может ударить из засады, что называется. Стараться опередить противника. Поймать момент. Он большой мастер на такие трюки. Задача на этот раунд была с лихвой. Даже перевыполнена. Отец говорит Шейну, давай отдадим ему этот раунд тоже. Мы отдали этот и отдадим еще один. Вот здесь Шейн сделал ну просто невероятную для бойца такого класса ошибку. от высокого боксера он пошел по прямой назад. Учитывая, что полушаги от этого находился канат. Отступать уже некуда было. Вот вам и второй нокда. Этот раунд начинается с того, что Шейн Мозли отвешивает резкий прямой в голову користу. До чего же напряжено все сейчас. Я представляю Мозли сейчас нельзя рисковать. Ни в коем случае. Хотя видно, что он восстановился. Боксер чувствует я имею ввиду Форест чувствует неприятности, которые назревают. просто поймать его, как я говорил, вот так из засады выстрелить перекрестным ударом или ударить в разрез не получится. Мозли Мозли нужна позиция ближе к Форесту. Ближе, но длиннорукий Форест не позволяет подойти поближе. Вот еще один сюрприз он припас для Мозли. Жесткий, очень четкий, классический апперкот справа. Вот, казалось бы, элементарная вещь, которую мало кто пользуется на ринге. Форест, отходя, оставляет левую руку, на которой Мозли натыкается раз за разом. Кроме того, Форест обладает очень острым, очень качественным ударом. Просто разящим ударом. Так что и тут преимущества у Мозли как бы нет. На кону не чемпионский титул. На кону репутация лучшего боксера мира сейчас. Если Мозли выиграет этот бой, он ее подтвердит и уже никто не сможет опровергнуть. Если проиграет, лишится этого звания. видите, и Ленок слез захвачен этим зрелищем. старший Мозли говорит «Главное расслабься и подними руки подними руки выше». Я думаю, дело в том еще, что помимо конечно того, что Вернон Форест просто классный боксер, все-таки тут играет свою роль разница в росте. Дело в том, что Мозли, будучи легковесом, в общем, был очень высоким в этой весовой категории. Он привык, что многие бойцы ниже его роста. А тут видите, какая ситуация. те самые 6 футов росту 183 сантиметра. Для парня, который весит меньше 70 килограмм, это, в общем, очень приличная высота. Плюс не забудьте про длинные хлестки и очень жесткие руки Вернона Фореста. Все это, конечно, играло бы никакой роли, не будь Форест таким искушенным, изворотливым, опытным бойцом с колоссальным волевым настроем. И вот здесь даже видите, Мослин не способен удержать противника, который, в общем, довольно умело использует этот клинч для того, чтобы сначала принять давление на себя, потом оттолкнуть противника и в догонку послать парочку ударов. Ни разу Шейну не удалось еще попасть. идёт пятый раунд напряженнейшего боя за звание чемпиона мира во втором полусреднем весе между лучшими боксерами планеты в этой весовой категории. Вернон Форест против Шейна Мослин. Конец пятого раунда. Я не думаю, что Шейн пытается перевести бой в поздний раунд. Это ему не выгодно. Хотя может это сделать. раунд. 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 Стой позади джеба, прячься за свой джеб, за длинный левый. Действительно, это очень выгодно верно на хорость. То же самое советует и Шейну Мозли. Но отец и тренер подметили, что Шейн пропускает очень много ответных ударов. Поэтому при своей атаке он должен оставлять левую руку, точно так, как делает противник. Один, два, один. Вот установка, которую делает старший Мозли. Посмотрим, как получится. Удивительно, Шейн, который практически не пропускал ударов за всю свою карьеру, сколько он пропускает даже простейших ударов от хореста. И я должен вам сказать, что это совершенно не его вина. Хорест просто на невероятной высоте сейчас. Он действует блестяще. Прав был Костя Цзю. Все будет зависеть от того, какой Вернон Форест будет в этом бою. Прямо. Поехали. Прямо. Сво錢, речь сам за всеми,рясшим, это всё. Вот тут, вблизи, видно, насколько выше Форест Шейн-Мозгл. И единственный, так сказать, брачок в технике Фореста просматривается, это то, что он, начиная атаковать при своем-то росте, слишком наклоняется вперед. Но делает это настолько быстро, что никогда еще за весь бой Шейн-Мозгл умудрился не опередить его, не поймать на этой ошибке. Казалось бы, явно напрашивается правый кросс через руку для начала, но уж очень быстрый Форест. Попал, наконец-то попал. Мозгл справа и пропускает в ответ. Поразительно, как Форест выдержал этот удар, да еще умудрился ответить. Выпит. Командир. 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 Тут, судя по интонации, народ забеспокоился в углу Вернона Фореста, потому что, в общем, они увидели несколько неприятных моментов для их боксера, которые, в общем-то, использовал Шейн Моссер. Форест понимает, откуда неприятности ждать. Учитывая его рост, его постановку, вот, как он держит правую руку, неприятности следует ждать справа. Мало того, что Шейн бьет мощно справа, еще бьет очень быстро. Что-то не похоже, что, так сказать, клинч, который, собственно, и навязывает Мосселе своему противнику, и темп и давление производят на него какое-то впечатление в плане выносливости. Форест по-прежнему так же свеж, как и в начале боя. Да, Мосселе начинает горячиться, а это, в общем, дурной признак. Понятное дело, что Форест захватывает его руки, гасит его движение, да еще, ко всему прочему, умудряется закручивать Мосселе. Вообще невероятная вещь. Это Мосселе мог делать движение по кругу вокруг противника. А тут Мосселе при атаке, видите, что получается. Да, вот это вот оружие, которого Форесту надо опасаться. Перекрестный удар справа. Еще довольно противный, что называется, джет у Вернона Фореста, которым он досаждает своему противнику, особенно в начале боя. И единственное лекарство против этого, это вот этот кросс, правый кросс, перекрестный удар справа, сверху левой руки противника. В темп, в движение. Но Фореста и правая, быстрая. И у него такое же прекрасное чутье, в смысле времени и дистанции, как у Шейна Мозли. Телекомпания НТВ представляет. Вернона Фореста, чтобы передать его. Да, вот что правильно говорит старший Мозли, продолжай боксировать, не нужно идти рубить его, увязаешь в этой каше. Представляете, как быстро время летит, 8 раунд уже идет, 12 раунд до убоя. За титул чемпиона мира. Что творится в зале, публика вскакивает с мест при каждом ударе. Тут даже Стив Смогер не выдерживает и дает технические советы. Руки повыше, руки повыше. Но Стив, понятное дело, боится рассечения. Но это, помимо соблюдения правил, это, в общем, главная забота, главная головная боль в кавычках и в прямом смысле любого реферия. Нельзя допустить, чтобы боксеры столкнулись с головами, потому что тогда, в общем, может быть, вполне несправедливое решение. Даже в выигранном бою боец может быть снят по требованию врача. Конечно, каждый раз все решает только рефери, но и рефери брать на себя ответственность в таких случаях тоже, в общем, тяжко. Шейн понимает, что время уходит, вытекает. Кончается восьмой раунд. За четыре раунда попытаться решить то, что не удалось за предыдущие восемь, будет довольно сложно. Никаких признаков усталости Вернон Форрест не проявляет в этом бою. Он-то он очень умело вяжет, путает, стесняет Шейна. Видите, даже в таком неудобном положении умудряется, в общем, вывернуться и поставить противника тоже в неловкую ситуацию. Видим, Клинча, может быть, пытается замучить противника Шейн. Посмотрим. Вернон Форрест – билл, билл, билл билл! Билл, 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 билл! Субтитры сделал DimaTorzok Держит Форрест эти удары Держит Форрест Попал Мозли в начале раунда Это комбинация Когда он бьет левый немножко снизу в туловище И накрывает сверху Клестким ударом справа Наконец-то она приносит Хлады Просто в классике Добраться до такого Длиннорукого бойца как Форрест Было очень сложно Да Представляете? Какие эмоции сейчас бурлят В каждом из боксеров Сколько Амбициозности Такой спортивной гордости И чем-то даже отчаяния Сейчас Все это смешало Шенни Мозли Потому что Это боец Я вам говорил Вышел с авансами Лучшего боксера мира Лучшего боксера планеты И начало Которое повергло его В общем на пол Оно потрясло До глубины души И сейчас Время уходит В общем-то Бой немножко поворачивается Его в пользу Конечно Мне кажется Особенно вот В предыдущем раунде В начале этого Было заметно Но Мозли еще Ни разу Не попал Ни разу Жестко не попал А противнику Это удалось И как бы Не повернулся бой Если он кончится Без падения Одного из бойцов Как бы не решили судьи Спор будет все равно И ни на что Кроме противника Пожаловаться нельзя Шейн Это Очень дисциплинированный Боец Который всегда В превосходной В стопроцентной форме К каждому бою Спрашивается Кто виноват В том Что В простейшей ситуации Казалось бы Мозли пропускает Три удара Подряд Естное дело Автор Вернон Форест Я первый раз вижу Шейна Мозли Уставшая Немножко Уставшая Вернон Форест Знающие люди Предрекали Что все будет Непросто Но никто Никто не предполагал Что будет Так непросто Знаете Какие ставки В Лас-Вегасе Были на этот бой Семь к одному Против Фореста Мозли Мозли был Абсолютным Фаворитом Настолько все Привыкли К его победе Это нелегкий бой Для Стива Смугера Для рефери Он-то Опытный Рефери В прошлом Сам боксер Прекрасно понимает Чем Вызваны Это возня Эти схватки Помимо того Что Бойцы Попадают Как бы Ненамеренно В эту борьбу Силовое Противодействие Но Он-то знает Что Это расчет Причем Попеременно То со стороны Одного То со стороны Другого Ты просто Диво Даешься Как Решительно Действуют Оба бойца Бесстрашно Рискуя Выкладываясь Полностью Хорест Хорест Обманул Мослик Своей пассивностью Своей Выжидательной Позиции Своими Клинчами Никто Не ожидал Спурта Что там Проявошло Что там Проявилось Что там Вылетело И Хорест Начинает Атаку С решительного Удара Правой Правой В голову Да Грязи хватает Со стороны Хореста Тоже Комбинация Левый Крюк Правый В голову Тут же Ставится Локоть Шею И отбрасывает Мослик Канапу Ставится 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 Шейн расстроен, обескуражен, раздражен тем, что не складывается. Он никак не может достать противника, никак не может сломать его психологически. С точки зрения судей и публики он активней, но не результативней. В этом беспомощном положении, как оказался сейчас Мозли, никто никогда его не видел. Сухой, жесткий, жилистый гернон-коррест. Он обладает очень неприятным, таким сухим, отрывистым ударом, прицельным. И в принципе действует, как классический боксер, издали. Но только когда он переходит на среднюю дистанцию, видно, что это далеко не классика. Именно здесь, на средней дистанции, он умудряется при своих-то длинных руках обострять схватку за счет вот того, что он может перейти в клинч. Причем, я уже отметил, что это довольно грязновато иногда получается. И вдруг оторваться и всадить еще пару жестких ударов, которых Мозли совершенно не ожидал. Тяжелый, мучительный раунд для обоих боксеров и для рефери тоже. Не было нокдауна, говорит Стив, и он все прекрасно видит. Действительно. Секунданты льют там воду целыми ведрами в перерывах между раундами. Поэтому, попадая туда, конечно, подошва скользит. Насколько строго в обороне действует Вернанд Хоррест? Еще ни разу, я не помню, чтобы Мозли, который здорово бьет левый на скачке, не попал в его блок. Правая перчатка словно приклеена к челюсти. Спороста. В унисон хором секунданты требуют от бойцов, чтобы они не были. Ходные руки. Держали их выше. По крайней мере, есть хоть какая-то 20-процентная гарантия, что не так часто они будут пропускать удары. Но, представляете, после 12 раундов боя, 11 раундов боя, сумасшедшим темпе руки словно бы свинцом навелись. Очень трудно удержать. И бой, конечно, ну, потрясающий по своей напряженности и непредсказуемости. Последний шанс у Мозли остался. Либо он попадет в противника, что довольно сложно, как мы убедились за предыдущие раунды. Либо его судьба будет в руках судей, что он так не любит. Либо он так не любит. Хорест очень удачно комбинирует вот эту возню в клинче. Это силовое противоборство с внезапными атаками издали. И как трудно его застать врасплох. Он все время на чеку. Вы знаете, еще в 70-х годах чемпионский бой длился 15 раундов. Многие считают, что, в общем, четное количество раундов это неправильно. Ну, цифра 13 неприятно всем. Поэтому остается 15. Но все организации, все медицинские комиссии, все гуманисты от БОВСа считают, что 15 раундов это, конечно, уж чересчур. Это было в героические времена. А в 20-е годы было и по 25 раундов. Поэтому сейчас вот эта единая формула, после которой очень многие обозреватели, аналитики говорят, «Эх, еще бы один раунд». Он бы, может, и выявил победителя. Да. Хорост, на мой взгляд, как бы бой не кончился, тактические шины, может ли переигра. Навязал совершенно неприятную манеру. Видите? Все, что он делал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!